так поставил мост сейчас буду его обваривать но он будет у меня съемный значит вот такие вот уголки вот отсюда здесь лишнее я обрезал кто помнит кто не помнит тут ссылочка вверху с чего все началось там эту раму прекрасно видно вот значит я их обрезал по размеру вот этого швеллера дали рамы самой на 66 сантиметров чтобы ровненько была толщина у них 88 миллиметров вот такие хорошие мощные уголки ночью их не использовать они как раз сюда вписываются отлично сейчас прихватываю с двух сторон потом резаком нагреваю уголок и подгибаю к мосту чтобы он так обнял его хорошо и провариваю сверху чтобы он не крутнулся чтобы уже этот угольник не бояться что он там собьется что-то ну соответственно потом уже поставлю 2 просверлюсь также подогну в общем в общем все просто просто будет съемный мост соответственно выставил здесь просто вичок по угольнику и выставил барабаны от рамы на одинаковом расстоянии у меня вышло по всем с половиной сантиметров с обоих сторон вот и все здесь замечательно сантиметр остается в общем вот такая вот конструкция получается итак мост приварил и прикрутил точнее прикрутил потом приварил значит обмыл я коробку от грязи мойкой . обмыл вот и ну что-то отлетела до пыль там все потом залил это все дело но при помощи щетки хорошенечко концентратом ту сторону уже сделал сейчас сделаю эту сейчас она большую часть всей этой мазутой отъезд ну может где-то что-то и останется сильно присохшие но это не беда все-таки будет почище нежели она была у меня изначально она просто была вся один большой кусок грязи вот как то так так коробка отмыта теперь хоть видно заливную про где заливная пробка находится туда заливную пробку видно не было так теперь чем я буду сейчас сальник поменяю здесь и там ну в принципе буду уже примерять сюда ее как-то думать крепление вышину и все остальное как-то так и так коробку предварительно выставил на табуретки подложил трубы сделал нужный мне нужное мне положение выставил шкив шкив на одинаковом расстоянии от рамы что лево что право так значит звезды звезды находится вот так до хвостовика чуть смещена сторону потому что редуктор я обрезал значит полоси одинаковая не стал там высчитывать это не столь важно вот цепи будут находиться точнее звезды будут находиться максимально близко друг другу тут буквально сантиметр зазора между ними этого будет достаточно все это все дело спрячется под пол звездочка и коробка часть коробки спрячется под пол будет торчать только один рычаг переключения скоростей не знаю может его и загну нужную мне сторону то есть разберу возьму резак нагрею и выгну его так как мне надо возможно оставлю его таким значит подшигиваю сальники я поменял здесь и здесь поменял сальнички все замечательно все чудесно так ну на данном значит этапе наверное пока все сейчас делаю крепление для коробки и посмотрим что получится там уже будет известно где мне резать раму так дождь идет мы скирдуем в общем не хочу сейчас ее убирать приходится мучиться мокнуть потому что все выстроено выставлено настроено сварила такое крепление вот сюда назад какой-то но необычная уголок разрезал подгинал загинал вырезал ну в общем вот такая штука будет крепиться снизу заодно и будет натягивать цепь там буквально чуть-чуть он и подтянет и все вот там разберемся в общем сейчас на ставлю вот это дело отмечают там просверливаю загоню сюда под навесом так установил я это крепление поставил цепь цепь натянута почему потому что спереди нет крепления абсолютно но она при этом стоит слезать в нужном положении коробка вот сейчас подгоняю примут как есть отлично то есть рассчитал согнул и загнул изготовил то что нужно ничего сложного нет единственно непогода как и планировал звездочки близко нигде ничего не цепляет нигде ничего не мешает коробка выставлена четко шкивы шкив точнее стоит ровненько все сейчас не знаю уже вечер темнеет но дождя нет делаю крепление вперед тоже не знаю как его буду крепить может быть на эти два болта и сюда и здесь может снизу как-то как сейчас сделаю по простому сильно заморачиваться не буду как и там вот и все дождь идет пришлось оттуда убежать в общем изготовил вот такое вот крепление крепится на две верхние шпильки уголок уголок пятер пятидесятый такой же уголок и там здесь все это дело нагревал выгинал чтобы все подошло капитально то есть чтобы нигде ничего не мешало не торчало и было максимально просто и удобно снизу не стал делать крепления мне вот здесь было удобно изготовил вот такую вот штукенцию опорный подшипничек то есть приварил кусочек трубы нужного диаметра и нужной толщины так чтобы он не торчал в общем если надо выбить тот с этой стороны прекрасно он вылезет все плотненько замечательно шкивы шкивы будут ставится вот таким вот образом зазора тут хватает нигде ничего не мешает вот такая у меня дистанционная втулочка кусочек трубы подходящий по диаметру чтобы на шлицы оделась чтобы легко одевалась и и разрезал с торца варил другой отрезок трубы меньшего диаметра вот точно по вот этому 20 это скорее всего 25 разрезано вот так это одевается дело и прижимается шкив чтобы он не гулял по шлицам опорный подшипник будет становиться вот так все это дело по месту просверливал также по месту чтобы было удобно просверливать выставил угольник и прихватил сварка здесь и соответственно здесь сварка прихватил потом поднял раму просверлил чтобы все отверстия совпадали ну соответственно спилил снял зачистил все отлично сейчас буду прикручивать подниму рамы посмотрим как это все дело выглядит снизу вот так это все дело выглядит снизу если смотреть самая нижняя точка это редуктор потом чуть выше идет цепь со звездочкой звездочка маленькая она немного выше самой нижней части моста в общем то что нужно крепление заднее заднее крепление возле хвостовика выглядит вот так тут его разрезал нагревал подгинал чтобы пройти вот эту часть коробки чтобы нигде не касалась здесь прикрутил притянул теперь уже известно где мне резать раму коробка торчит вниз вот настолько я не знаю не мерил еще сейчас даже замеряем ради интереса тоже интересно самому где-то 8 сантиметров 8 сантиметров примерно плюс-минус для чего это сделал чтобы все узлы агрегаты расположить как можно ближе к земле для более устойчивой устойчивого положения его при разворотах то есть центр тяжести чем ниже тем лучше но не ниже моста и редуктора вот теперь когда установлена коробка установлен мост все стоит на своем месте установлен шкив опорный подшипник теперь мне известно уже где я буду резать раму для того чтобы уменьшить габариты поставить где буду ставить двигатель где будет у меня располагаться балка передняя вот принципе и все в этом видосе по установке моста и коробки следующий видос будет изменение конструкции рамы и установка скорее всего балки наверное вот ну давайте кто для тех кто досматривает видосы до конца я еще поставлю сюда сиденье в общем посмотрим какой внешний вид будет нарисовываться но это сиденье слишком огромное но это сиденье слишком печально это же она широкая это слишком мне кажется высокая и неудобная такая же фигня а вот это самый раз как раз по ширине самой рамы есть зазоры все культурно и замечательно сейчас его и поставлю ну ну чуть-чуть мне не нравится из-за того что низкого то сейчас надо его будет приподнять мне сиденье я прикрутил уже такую вот пластину просто это у меня она осталась с того трактора то есть тут крепления заводские отверстия попробовал я слишком она низкая в общем сейчас его подниму также без всяких сварок болгарок и тому подобного решение есть ну а вот оно собственно и решение нет ничего проще как поднять на 5 сантиметров при помощи подушек отверстия были просверлены опять же никакой сварки в данном случае никакой болгарки только дрель и болты теперь поставим и посмотрим как это все дело выглядит на данный момент вот так это приподнято вот так вот у нас тоже получается курица мы если к ней еще вернемся вот такой вот выше на сиденье то есть если станет крыло то она практически станет вровень сиденьем но может быть чуть-чуть там выше это мы посмотрим и решим если поставить жигулевское колесо она будет даже меньше высоковатое будет хорошо вот собственно пока все на этом наверное буду заканчивать видео следующим этапом будет переделка рамы сейчас это дело все отмечаю снимаю коробку мост сиденья и занимаюсь рамой и намного удобнее ворочать когда на ней ничего нет поэтому мужики всем пока всем удачи обязательно комментируйте оценивайте видео лайк дизлайк подписывайтесь ставьте колокольчик впереди еще у нас установочка вот этой вот балки качалки все с вами был санек пока а